Брак и семья – точки отчета на пути к благополучию общества. Этой теме было посвящено заседание одной из секций 24-го Всемирного Русского Народного Собора, который проходил на этой неделе в Москве. Работа секции была организована Международной общественной организацией «Союз православных женщин» совместно с Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства, рассказывает Эльвира Гордеева. Демография страны, государственная поддержка традиционной семьи и укрепление ее правового статуса, репродуктивное здоровье, противодействие внедрению цифровизации и образования, недопустимость абортов и расширение центров поддержки женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. С докладами на эти и другие актуальные темы участники Всемирного Русского Народного Собора выступили на секции, посвященной браку и семье. Сегодня нам надо на уровне государства осудить аборт, обозначить его негативное влияние и с духовной точки зрения, и с биологической точки зрения, и, конечно, влияние на репродуктивный потенциал страны, потому что это не лечение, больше того, это манипуляция наносит огромный вред здоровью женщины, все это прекрасно знают. Безопасных абортов не бывает. И наш патриарх об этом говорит постоянно. И очень надеюсь, что в ближайшее время удастся сделать первые шаги по выводу абортов из системы обязательного медицинского страхования. Особую озабоченность председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства высказал о проблеме суррогатного материнства для иностранных граждан. Отец Федор привел статистические данные. 46 тысяч детей за последние два года было вывезено за пределы Российской Федерации. По словам священника, этот поток надо остановить. Необходимо как можно скорее принять законопроект о запрете торговли детьми через услуги суррогатных матерей. Почему у нас идет такое противостояние с НАТО, а через азиатские страны, в те же страны НАТО поступают дети из Российской Федерации, рожденные по программу суррогатного материнства. В какие семьи они попадают, что с ними будет происходить. Мы уже получили ответы от наших ведомств, что, к сожалению, возможности контролировать судьбу этих детей нет и не будет. Еще одной серьезной угрозой для общества, по мнению выступающих экспертов, сегодня является цифровизация образования. Анализ документов, нормативных актов, методической базы, связанные с внедрением цифровых платформ, кстати, порой навязанных недружественными для нашей страны структурами, убеждает в том, что мы не только можем потерять образование, но и нанести непоправимый вред здоровью детей. Планируется достаточно серьезное погружение их в виртуальный в электронный мир для освоения образовательных программ. Также риском является вхождение в образовательную систему цифровых платформ. Дети будут утрачивать реальное восприятие мира, будут утрачиваться нормальные социальные связи. Это серьезная угроза для психики детей. И вот если проанализировать случаи массовых расстрелов в школах, большинство этих убийц на самом деле были погружены в виртуальный мир. Они были оторваны от реальности, у них была нарушена психика. Выступающие также говорили о важности идеологической составляющей в деле поддержки демографии страны и о серьезной государственной поддержке многодетных семей, закрепленной буквой закона. Особые преференции, особые условия, в том числе по оплате, по налоговому обложению должны иметь именно многодетные семьи. То есть наши семьи должны стремиться стать многодетными для того, чтобы их жизнь улучшилась. И это необходимо закрепить на уровне государственной политики и выражаться это должно в конкретных экономических мерах. По итогам работы секции был принят проект резолюции, смысл которого в следующем. Наступило время всеобщей мобилизации на просемейном фронте и сложения усилий общества вокруг крепкой семьи и сильного государства.